И к другим новостям. В разы сократить количество справок для получения той или иной госуслуги, а значит и сократить время общения с чиновниками. Такова задача межведомственного электронного взаимодействия, которое должно заработать по всей стране с середины будущего года. О переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид шла сегодня речь о Волгограде в ходе выездного совещания аппарата правительства России, Минэкономразвития, Минкомсвязи и представителей Южного и Северокавказского федерального округов. Материал Людмила Кухаревой. Федеральный закон предусматривает, что с 1 июля 2012 года во всех регионах России должно быть налажено межведомственное электронное взаимодействие. Это позволит оптимизировать работы государственных и муниципальных структур и освободить население от хождения по инстанциям, чтобы собрать необходимый пакет документов. У нас задача, чтобы он, не выходя из дома, не выходя с работы, не тратя время, мог записаться на прием к врачу, записаться на прием в налоговую инспекцию. А спорить там какой-нибудь неправильно наложенный штраф или неправильно начисленные налоги. Волгоградская область – одна из передовиков в сфере организации межведомственного взаимодействия. В регионе успешно работают 13 многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Одно из последних достижений. С ноября молодые мамы могут оформить пособие на ребенка, практически не выходя из дома. Это действительно большое облегчение. Наверное, в тот период, когда у тебя на руках маленький ребенок, меньше всего хочется ходить по заведениям и собирать справки. То есть уже сейчас в Управлении соцзащиты можно обращаться с паспортом и свидетельством о рождении ребенка, а все остальные документы Управлении соцзащиты собирает само. В декабре система электронного документа оборота будет налажена с налоговой инспекцией и Росреестром. А в полную силу проект «Электронное правительство» в Волгоградской области, как в одном из пилотных регионов, заработает раньше других, к 1 апреля. Работа эта требует от регионов как финансовых затрат, так и организационной мобилизации региональных ведомств и органов местного самоправления. Но работу эту делаешь с энтузиазмом, потому что ее цель – это реальное облегчение жизни наших граждан, избавление их от мытарства, хождение в кабинет. Хороший темп этому процессу задает и сам глава региона. Анатолий Бравко, первый из российских губернаторов, получил сертификат электронной подписи. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».